Мы с вами продолжим изучать основы индивидуальной конституции человека. Первое. Внешние и внутренние признаки жизненных принципов в организме человека. Индивидуальное отличие у людей заключается во внешних, физиологических и психических особенностях организма. Основаны они на различных пропорциях трех жизненных принципов ветра, желчи и слизи. Комбинация жизненных принципов у каждого человека своя и определяется уже при зачатии. В момент соединения сперматозоиды и яйцеклетки определяется строение индивидуума путем комбинации и перестановок жизненных принципов воздуха, желчи и слизи, которые проявлены в телах родителей, в организмах родителей. Разнообразные излучения и прочие влияния из внешней среды, знаки зодиака, положение Солнца, Луны и других планет, время года и так далее, в этот момент накладывают космическое клише на эту комбинацию жизненных принципов, стимулируя или подавляя и закрепляя их на всю жизнь. Зафиксированные таким образом жизненные принципы будут определять костяк и форму тела человека, умственные задатки и черты характера, кусовые привычки, продолжительность жизни и многое другое. В аюрведической терминологии это называется истинная природа человека. Звучит так, прокритием. В процессе жизнедеятельности мы можем активно влиять на отношения жизненных принципов, творить самого себя. Но, как только мы перестанем целенаправленно заниматься этим, их природная пропорция довольно быстро возвращается к той, которая была при рождении. То есть мы хотим поправиться, еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле, вроде бы разъелись, вроде бы понравились себе, то есть поправились килограмм на 10-15, как только нам это надоела еда и все такое, все это быстренько у нас спадает опять к прежнему весу. Допустим, мы сбрасывали, сбрасывали, сбрасывали вес, ага, сбросили там килограмм там 20-15, как только бросили этим делом заниматься, опачки, буквально таки месяца через два мы восстановили свою прежнюю конституцию, свое прежнее телосложение. В зависимости от того, какие жизненные принципы наиболее ярко выражены у того или иного человека, говорят, что этот человек имеет индивидуальную конституцию ветра, желчи, слизи. Могут быть выражены два жизненных принципа, ветер плюс желчь, ветер плюс слизь, желчь плюс слизь. Имеются такие люди, у которых выражены все три жизненных принципа более-менее одинаково, но они не сбалансированы между собой, а есть у которых и сбалансированы. Люди подобного склада редко бывают здоровы и должны вести очень дисциплинированный образ жизни для того, чтобы не болеть. И, наконец, имеются редкие счастливчики, у которых жизненные принципы прекрасно сбалансированы между собой. Эти люди обычно здоровы, поскольку требуется очень мощное влияние или внутреннее воздействие, например, сильнейший эмоциональный стресс, чтобы у них нарушилось это равновесие и жизненные принципы вышли из равновесия. Еще раз заостряю ваше внимание, три жизненных принципа имеются у каждого человека. Но в них наиболее сильно выражен один жизненный принцип, и он имеет головенствующее значение в определении оздоровительного пути. То есть, что нам именно для здоровья выбрать? У другого человека выражены два, их взаимный баланс приводит к крепкому здоровью. У третьих выражены, но не сбалансированы все три жизненных принципа. Им предстоит работать по равновешению всех трех жизненных принципов. В любом случае, вам предстоит иметь дело с тремя жизненными принципами, но больше внимания обращать на один, либо два, а то на все три. Теперь перейдем к описанию признаков, наложенных жизненных принципов на организм, его строение и прочие особенности, что в итоге и составляет индивидуальную конституцию каждого человека. Итак, общий внешний вид, то есть телосложение. Лица, у которых чрезмерно выражен жизненный принцип ветра, как правило, отличаются либо очень высоким, либо очень низким ростом. Телосложение у них непропорционально. Чаще всего они бывают стройными или поджарными, с хрупким телосложением и узкими плечами, и или бедрами. Нередко их руки или ноги кажутся короткими. А еще чаще чересчур длинными. Они обычно имеют тонкие длинные пальцы, рук и ног с узловатыми суставами. Все значительные диспропорции в теле обычно обусловлены изменчивостью, свойственной жизненному принципу ветра. Что касается особенностей строения скелета, то у них могут быть очень легкие, тонкие или же массивные тяжелые кости с выступающими суставами. При движении их суставов частенько издает потрескающий звук, что говорит о недостаточности эластичности связок и малом количестве смазывающей жидкости. Если вы обнаружите у себя большую часть перечисленных особенностей, то вы несомненно относитесь к ветреному типу индивидуальной конституции, несмотря на то, что у вас может быть излишний вес. Большинство внешних изменений, подобно искривлению носа, непропорциональной черты лица, сколиозу, кривым ногам, о-образной или икс-образной, дело рук жизненного принципа ветра. Вот рисунок, общий внешний вид. А. Это лица, имеющие выраженную конституцию ветра. Б. Имеющую конституцию желчи. И В. Имеющую выраженную конституцию слизи. Лица, имеющие желчную конституцию, имеют среднее телосложение, среднюю ширину плеч и бедер, а также нормальные суставы. Пальцы на руках и ногах средней длины, их телосложение в большинстве случаев пропорционально и гармонично. Именно с них скульпторы античности лепили свои статуи. Телосложение лиц, имеющих выраженный жизненный принцип слизи, бывает средним или крупным, с тяжелыми костями, широкими плечами и бедрами. Их организм склонен к накоплению энергии, что способствует развитию массивной, а в некоторых случаях слоноподобной, такой крупной фигуры. Суставы у них хорошо смазываются и выглядят утопленными, как у младенца. Пальцы на руках и ногах, как правило, короткие, толстые. Вес, сухость, которую жизненный принцип ветра придает организму, способствует естественной худобе и жилистости. У лиц, имеющих сильно выраженный жизненный принцип ветра, тело всю жизнь худое и жилисто. Они практически не набирают веса, при этом как бы они ни ели. Занятия с тяжестями мало способствуют приросту мышечной массы. А то, что нарастает при прекращении занятий, быстро спадает до прежнего уровня. Если такие люди, у которых вес тела значительно колеблется, они то резко поправляются, то быстро сбрасывают вес. Все это объясняется колебаниями в их организме жизненного принципа ветра. Обычно большая часть жира откладывается у таких людей вокруг диафрагмы, в так называемой запасной шины. К старости лица светильной конституции сбрасывают вес еще больше и выглядит кожа до кости. Люди с индивидуальной конституцией желчи обычно сохраняют нормальный вес с незначительными отклонениями. Как правило, они довольно быстро набирают и сбрасывают его, если следует соответствующему режиму питания дня. И это объясняется тем, что жизненный принцип желчи представляет собой присущий телу принцип равновесия. А отсюда даже небольшой сдвиг в сторону стимуляции ветра приводит к сбросу веса, а в сторону слизи к набору массы тела. Что касается жира, то он откладывается у них равномерно по всему телу. Рисунок. Жена нормальная кисть человека. Если на ней прямые пальцы, как на рисунке один, то это кисть человека с желчной индивидуальной конституцией. Если как два пухлые с утопленными суставами, то слизистого типа. Если три с явно выпирающими узловатыми суставами, то это ветреного типа. Люди с индивидуальной конституцией слизи могут сохранять нормальный вес при помощи регулярных упражнений, регулярных голоданий, закаливаний и всего того, что стимулирует в их организме противоположный жизненный принцип ветра. Если же они этого не делают, то из-за тяжести, свойственности слизи они медленно, но верно накапливают лишний вес. Излишек веса у них скапливается чаще всего в нижних частях тела, ягодицах и бедрах. Снижается набранный вес очень и очень тяжело. При прекращении режима снижения веса, потерянной килограммы, возвращается неимоверно быстро и с лихвой. Цвет кожи. Если отбросить раз свое происхождение, то окажется, что люди, имеющие ветреную конституцию, смуглы и быстро загорают. При нахождении на солнце у них редко обгорает кожа. К тому же они очень любят тепло и влагу. Это объясняется тем, что эти два фактора вносят в их организм так недостающие им тепло и влагу, ведь жизненный принцип ветра по своей природе холоден и сух. По этой причине кожа у них обычно холодная на ощупь, имеет сыроватый оттенок. Люди желчной конституции имеют светлую кожу с желтым, розовым или медным оттенком. Частенько на коже имеется много веснушек и пигментных пятен, поскольку желчь горячая, кожа у людей этого типа обычно теплая на ощупь. Что касается пребывания на солнце, то им надо быть осторожным, легко получить пригрев организма и тепловой удар. Они часто обгорают, а загар быстро сходит. Им рекомендуется поменьше быть на солнце и строго соблюдать правила загара. Люди слизистой конституции имеют гладкую, белую кожу, прохладную на ощупь. У них может быть небольшое количество родинок. Люди со слизистой конституции очень любят загорать. Сухость и жар – те факторы, которые уравновешивают изначально сильный у них сырость и холод. Поэтому они получают удовольствие от солнца и обгорают только после чрезмерно длительного пребывания под его лучами. Загорают они равномерно и основательно. Особенности кожного покрова. У лиц светлой конституции кожа сухая и грубая. Но может быть и так, что сухие участки кожи могут чередоваться с жирными участками. Это объясняется изменчивостью этого жизненного принципа. При любом усилении ветра в организме кожа быстро грубеет и трескается. Это особенно часто наблюдается у тех, кто применяет оздоровительные процедуры типа обливания холодной водой, хождение по снегу, часто голодает, но не учитывает свою ветреную конституцию. В результате на коже появляются цыпки, а на ступнях, пятках, грубые трещины. Также у них имеется склонность к образованию морщин, мозолей. В том числе костных, особенно на ступнях в виде шпор. От холода и сухости у них часто трескается кожа на губах. Что касается волосяного покрова на теле, то он либо скудный, либо очень обильный и состоит, как правило, из темных, грубых и кудрявых волос. Люди с желчной конституцией имеют нежность, склонную к раздражению кожу. Это происходит от того, что от переизбытка жизненного принципа желчи в организме образуется много шлаков, которые, удаляясь через кожу, ведут к ее раздражению. У них часто бывает на коже сыпь, прыщи и разного рода воспаление. Волосы на теле светлые или рыжие, тонкие. Губы у них часто красного цвета. От эмоций они легко краснеют. У представителей слизистой конституции кожа немного жирная, гладкая, толстая, хорошо увлажнена. С умеренным количеством волос на теле. У них обычно не бывает проблем с кожей. Губы у них полные и влажные. Естественно, если конституция будет где-то выражена слизистой, с желчной, то получаются такие очень красивые люди. С хорошей такой кожей, цветом кожи. И, естественно, с шевелюрой. Интересно такое. Потоотделение. Пот у людей витриной конституции скуден. Они мало потеют, даже если им жарко. Консистенция пота жидкая, как вода. Люди с желчной конституцией потеют обильно. Даже ладони у них могут казаться потными. При этом пот имеет резкий запах. У людей слизистой конституции потоотделение умеренно, даже в условиях очень жаркого климата. Конституция пота густая. Волосы на голове. Индийские юги утверждают, что волосы на голове тесно взаимосвязаны с усвоением из космоса жизненной энергии праны. Вот почему, подобно Самсону, никто из индийских модельцов никогда не стрих волос. Состояние волос является важным показателем общего здоровья организма человека. Однако, в зависимости от индивидуальной конституции они могут существенно различаться. У лиц с ветреной конституции волосы на голове обычно сухие, но на разных участках головы могут быть разные, от сухих до живных. Чаще всего они темного цвета, грубы и курчавы, непокорны. То есть, прическу никак не сделаешь. Волосы этого типа склонны образовывать перхоть. Сухая кожа на голове шелушится и отпадает. На концах они могут расщепляться. Большей частью они выглядят тусклыми и лишенными блеска. Природные рыжие волосы на голове и теле указывают на сильно выраженную конституцию желчи. У остальных людей желчного типа волосы светлые, белокурые или светлорусые. А если они темные, то очень рано сидят. Раннее облысение тоже является признаком выраженной желчи. Вот как у меня. Большей частью волосы у людей желчного типа редкие, тонкие, нежные и прямые. Они склонны к покрытию кожным жиром. Для лиц слизистой конституции наиболее характерны волосы коричневые, темно-коричневые, густые и слегка волнистые или прямые. Самые лучшие волосы и прически, которые вы видели, это волосы лиц со слизистой конституцией. Густые, тяжелые, блестящие, прямые. Это волосы слизи. Такими они могут сохраняться до глубокой старости. Единственная проблема с такими волосами составляет жирность ногти. Повышенная сухость в организме ветреных людей сказывается на качестве и форме их ногтей. Обычные жесткие, ломкие, грубые. И могут отличаться друг от друга по своим размерам и даже форме. Ногтевой валик плохо выделен. Часто бывают заусенцы. На ногтях могут быть трубцы или бороздки. Цвет ногтей может быть слегка голубой или серый. Привычка грызть ногти указывает на принадлежность этого человека к ветреному типу. Ногти людей желчного типа мягкие, достаточно эластичные и хорошей формы. Они имеют характерный глянцевый розовый цвет с медным оттенком. У лиц слизистого типа ногти большие и симметричные. Имеют толстую пластинку белого цвета. Ногтевой валик хорошо отчерчен. И в целом это весьма красивые ногти. Все это соответствует свойствам жизненного принципа слизи. Естественной правильности и стабильности. А все, что правильно и естественно, смотрится красиво. Глаза. Существует предположение, что цвет глаз человека зависит от того, какой энергии организму не нужны и он ее отражает. Например, глаза серого цвета указывают на то, что серый цвет организму не нужен. Поскольку серый один из цветов, связанных с жизненным принципом ветра, то это означает, что сероглазый человек имеет достаточно ветра в организме и не нуждается в большом его количестве. Размер и форма глаз также указывают на то, какой жизненный принцип преобладает в организме данного человека. Если глаза кажутся маленькими по отношению к размеру головы, или расположены очень близко, или очень далеко друг от друга, а если также кривовато, это означает принадлежность этого человека к ветреному типу. В целом, для лиц, имеющих ветреную конституцию, характерны маленькие глаза круглой формы. Они не стоят на месте и постоянно стреляют по сторонам. Цвет радужной оболочки серый, фиалковый или голубовато-серый. Темно-карие глаза, цвет которого граничит с черным цветом шоколада, тоже указывают на ветреный тип. Если один глаз отличается по цвету от другого, это также указывает на вышеописанный тип. Что касается белкового глаз, то ветреный тип людей имеет сыроватый или голубоватый оттенок. Из-за чрезмерной сухости глаза у представителей ветреного типа недополучают достаточно слезной смазки, и от этого раздражаются, воспаляются и чешутся. Рисунок. Вы видите три лица. Первое лицо ветреного типа, маленькие глаза, нос гальбинка, тонкие губы, несколько выступающие скулы. Второе лицо желчного типа, пропорции лица нормальные. Третье лицо слизи. У выраженной слизи лицо большое, щекастое, нос крупный в виде картошки. Губы пухлые, глаза большие, с шикарными ресницами и густыми бровями. Лицо с возрастом меняется. В юности могут хорошо смотреться лица ветреной конституции. Зато в старости это высохшие, морщинистые лица. И наоборот, слизистый тип в юности имеет одутловатое лицо, а в старости нормальное. Глаза людей желчного типа имеют средний размер и светлый цвет. Радушная оболочка большей частью карьего, зеленого, светло-карьего или голубого цвета. Глаза у них обычно излучают энергию, что выражается в блеске их глаз. Они всегда изучающе или насмешливо смотрят на собеседника, стреляя на него. Белки глаз имеют красноватый оттенок и становятся огненными красными при раздражении. Форма глаз миндалевидная. У лиц слизистого типа глаза большие, светлые и очень красивой формы. Они хорошо увлажнены и поэтому дымка с поволокой, так сказать. И поэтому кажутся подернутыми влагой. Цвет радужной оболочки голубой, но чаще молочно-шоколадный. Выражение глаз у них обычно спокойное, твердое и приятное. Иногда и глаза могут зудеть. По белкам глаз можно определить степень зашлаковки организма и избытка ветреных, желчных или слизистых шлаков. От ветреных шлаков глаза становятся серыми и тусклыми. От желчных они желтеют, особенно при желтухе. От слизистых на белках появляются маленькие слизистые включения типа жировиков. Правильное проведение очистительных мероприятий организма быстро нормализует этот недостаток. Глаза очищаются, приобретают свойственный блеск, живость и красоту. Рот. Для людей ветреного типа характерен большой или маленький рот с тонкими, сухими губами. Что касается зубов, то они большей частью кривые, разного размера, неровно, налазят друг на друга в виде частокола. Все вышеуказанные встречаются в самых разнообразных комбинациях. Цвет эмали зубов у них серого оттенка, тусклый. Их бесполезно чем-либо отбеливать. Ввиду повышенной сухости организма, зубы у лиц ветреной конституции хрупкие и неожиданно крошатся. К тому же эмаль зуба отличается повышенной чувствительностью к холодной и сладкой пище. Прикус зубов большей частью неправильный. Десны низкие, зачастую резко скошены. Язык у лиц ветреного типа частенько покрыт налетом, обычно тонким и липким, сыроватого или розовато-серого цвета. Просыпаясь утром, люди ветреного типа могут ощущать во рту вяжущий или горький вкус, что указывает на чрезмерность в их организме жизненного принципа ветра. Для людей желчного типа характерен средний размер, красивый рот, нормального размера, с чувствительными губами. Что касается зубов, то они большей частью ровные, среднего размера, желтоватого оттенка. Ввиду избытка в организме желчных людей расщепляющей активности, их зубы больше всего страдают от кариеса, от десны кровоточивости. Чтобы избежать этой напасти, рекомендуем разводить крепкий раствор поваренной соли и смачивая в нем зубную щетку, чистить зубы и полоскать им рот. Весьма быстро прекращается кровоточивость, а в дальнейшем прекращается и разрушение зубов. Язык лиц свет желчной конституции при зашлаковке организма покрывается желтым, оранжевым или красным налетом. Это говорит о повышенном образовании в организме желчных шлаков и указывает на то, что надо предпринимать меры по их выведению и нормализации жизненного принципа желчи. У представителей желчного типа имеется предрасположенность к образованию болезненных язв во рту и на языке, а рано утром они могут ощущать во рту кислый или металлический вкус, указывающий на усиление в их организме жизненного принципа желчи. Для людей слизистого типа характерен пухлый рот, нормального или несколько большего размера. Что касается зубов, то они у них большей частью большие, ровные, белые, блестящие. Частенько их зубы настолько раздвинуты, образуют небольшую щель. Сохраняются такие зубы долго и весьма крепкие. Язык у лиц со слизистой конституции редко бывает обложен, но когда это происходит, то налет обычно бывает толстым и творожистым, белого, грязно-белого и зеленовато-белого цвета, и ему сопутствует неприятный сладковатый вкус во рту. Все это указывает на то, что в организме накопилось много слизистых шлаков и перевозбужден жизненный принцип слизи. Язык любого человека является прекрасным индикатором, указывающим на то, насколько зашлакован организм, каким видом шлаков и какой жизненный принцип перевозбужден. Проводя оздоровительные мероприятия и следя за очищением языка, вы судите об их эффективности и достаточности. В норме язык чистый розового цвета. Ну-ка посмотрим на мой язык. Потребность пищи. Вот мы и подходим к таким вещам, как будем говорить, сыроедение, вегетарианство, мясоедство, раздельное питание или все подряд. Люди с ветреной инклюдационной конституцией всегда озабочены едой. Им всегда хочется есть больше, чем вмещается в их желудок. Однако аппетит у них не постоянен. Чувство сильного голода может резко смениться отсутствием интереса к пище. В большинстве случаев они что-либо перекусывают между основными приемами пищи. Поэтому эти рекомендации 3 раза есть, 5 раз есть, перекусывать, не перекусывать, они упираются в индивидуальную конституцию, а не то, что-то среднее для всех. И для них это оправдано в связи с чрезмерным расходом их организмов энергии. Они же страдают головокружениями или обмороками, когда нет возможности перекусить между приемами пищи, особенно после обеда, примерно в 16 часов. Вот вам и тайна того, что одни голод приносят нормально, а у них брык и обморок. Как правило, длительное голодание не для лиц светлой конституции, и подходит голод в дни Икадаши. Икадаши это 11 лунные сутки и 26 лунные сутки. 24-36 часов раз в 2 недели. Более 3-7 суток им голодать не рекомендуется. Причем голодать им надо в теплое влажное время года и обязательно на воде. И желательно, чтобы ванны, душ, все это принималось. Люди желчной индивидуальной конституции обладают прекрасным аппетитом. Ведь выраженному жизненному принципу желчи надо что-то расщеплять. Иначе он направляет свои усилия на расщепление организма. Поэтому они всегда готовы поесть утром, днем, вечером, ночью. И очень не любят пропускать приемы пищи. И если они в уме не поедят, то становятся грубыми и раздражительными. Вспоминайте себя, вспоминайте своих близких. Вспоминайте свое оздоровление. Вспоминайте свое голодание, если вы голодали. Люди желчной конституции могут голодать гораздо дольше, чем свет. Однако, они не любят это делать. Только большая самодисциплина заставляет их идти на это. Им можно голодать раз в неделю по 24 часа. Что касается больших сроков голодания, то больше 14 дней голодать не рекомендуется. Люди со слизистой индивидуальной конституцией более всего равнодушны к еде. Чувство голода у них выражено умеренное. А потенциальный запас энергии таковы, что они легко могут прожить целый день только на воде или на соках. Не испытывая никакого физического недомогания. Более того, малое количество пищи лишь уравновешивает их организм, делая их более работоспособными и энергичными. Именно по этой причине эти люди любят голодать и чувствуют себя прекрасно. И еженедельный голод 1-2 раза в неделю по 24-36 часов весьма им полезен. Они могут легко выдержать длительный голод в 30 и более дней. Вот вам и рекомендации. Кому сколько голодать? Какая у вас конституция? И выдержите ли вы голод? Видите, какие особенности? То есть мы все что-то хотим привнести внешне. Что-то услышало, вот модно такое направление выздоровления или еще какое-то, или еще что-то. Но вы под это направление не подходите. У вас совершенно иная индивидуальная конституция. Вам надо все свое выздоровление встроить с учета именно своих особенностей организма, своей собственной личности, потребности для того, чтобы сохранять это здоровье. А не брать какие-то чужие рекомендации. Да, сейчас я буду обливаться день и ночь холодной водой с ветреной конституцией. Ну и что, все затрещит, кожа зашелушится и начнутся проблемы с суставами и так далее. Первый прием пищи. В зависимости от выраженности в организме человека того или иного жизненного принципа, существует и потребность в приеме пищи. Например, лица, имеющие ветреную конституцию, с утра желают плотно покушать. Вот это рекомендация для них. Только после этого они способны полноценно вступать в рабочий ритм. Лица желчной конституции также требуют завтрак. И если они его пропускают, то противовес лицам ветреной конституции ко времени обеда становится раздраженными и вспыльчивыми. Они успокаиваются лишь тогда, когда хорошо поедят. В противовес им лица слизистой конституции лучше всего чувствовать себя после легкого завтрака. Видите, какие особенности. Но чем сильнее в их организме жизненный принцип слизи, тем меньше им хочется кушать утром. Обычно они не слишком огорчаются, пропустив и обед. Особенности питьевого режима у лиц с различной конституцией. Одно. А сколько пить? Два литра пить. А сколько? Как? Чего? Та-ра-та-та. Вот она. Ваша индивидуальная конституция. Ваш, так сказать, индивидуальный показатель того, надо вам вода и сколько ее надо пить. Ветреные люди предпочитают горячие и сладкие напитки. Желчные пьют много прохладных напитков. Слизистые предпочитают теплые и горькие. И в малом количестве. А ветреные там пьют литрами. Опорожнение кишечника. В норме здоровенный кишечник срабатывает на порождение 1-2 раза. Что касается ветреной конституции, то в связи с сухостью иронизмом, они имеют больше других проблем со стулом. Некоторые всю жизнь страдают с запорами. Что касается конституции кала, то он у них в основном твердый и темный. Они часто страдают из-за повышенного грозообразования. В соответствии с этим и применяются для них те или иные средства, которые это дело уравновешивают. А если они сейчас сырую пищу еще будут есть, да они тут загазуют окружающую среду. У других представителей ветреной конституции имеют место перемены в работе кишечника. Твердый стул сменяется жидким. Из-за подобной ненормальности каловых масс, жесткости слизистых оболочек кишечника, они часто страдают от трещин прямой кишки и геморроя. То есть у них уже это предрасположено к этому. А не просто вот что-то возникло, заболевание как бы строит неожиданно. У каждой индивидуальной конституции имеется склонность к тем или иным заболеваниям, уже изначально заложено. Поэтому образом жизни надо держать это все для того, чтобы не заболеть. Лица желчной конституции не жалуются на порождение кишечника. Их стул регулярен. Это становится понятным, что на сокращение стенок кишечника оказывает влияние поступление желчи. Желчи на принятую пищу у них выбрасывается столь много, что она помимо пищеварения вызывает мощную перистальтику, чем и стимулирует опорожнение. Кал у них, как правило, желтоватый и хорошо сформированный, но иногда бывает и полужидким. Что касается лица слизистой конституции, то в связи с общей вялостью организма они имеют редкий стул от одного раза в один, а то и два дня. Кал чаще всего бывает сформированный и мягкой консистенцией наподобие зубной пасты. Это касается информации женщин. Менструации. Женщины с конституцией ветра в основном имеют очень нестабильные циклы. Любые волнения, недосыпания, большие физические нагрузки, голод и сброс веса. Вот так, я похудею тут. Потребление неисвойственной пищи сразу же сказывается на этой функции вплоть до полного прекращения. Выделения у них, как правило, шкодные могут появляться сгустки. Оба этих симптома являются следствием сухости жизненного принципа ветра. Менструальная кровь темного цвета. Непосредственно перед месячными у них могут наблюдаться запоры и спазмы. Особенно неприятны спазмы. Они обычно бывают сильнее, чем у женщин других конституций, потому что спазмы вызываются ветром, который у них самый сильный. Женщины с желчной конституцией имеют регулярные циклы. Наркотечения бывают более длительными и более обильными, чем у других конституционных типов из-за их природного жара. Менструальная кровь обычно густая, ярко-красного цвета. Стул во время месячных или непосредственно перед может быть жидким. Что касается очистительных спазмов, то они могут быть средней силы. У женщин слизистой конституции менструации проходят легко и регулярно. В выделении выделяется среднее количество крови. Цвет крови более светлый, чем у других. Что касается очистительных спазмов, то они имеют вялую и мягкую природу. В беременности роды женщины светлая конституция, больше других подвержены выкидышам и прочим ненормальным проявлениям беременности. Они чаще других страдают от бесплодий из-за того, что чрезмерная подвижность в матке мешает нормальному закреплению яйцеклетки, то есть имплантации. У них чаще, чем у других, возникает нематочная беременность и прочие недоразумения. Они чаще остальных женщин недонашивают плод до нормального срока. Плод в матке часто бывает неправильно расположен, перекручен пуповиной. Предстоящие роды их пугают, и они тревожатся по этому поводу. Во время родов у них происходят разного рода осложнения, начиная от срока схваток и кончая разного рода разрывами. Поэтому им надо специально готовиться, увлажнять свой организм, чтобы этого не было. Сухость и жесткость ткани, вызванные переизбытком ветра, способствуют этому. Значит, это надо устранять. Это все можно делать. Кроме того, у них во время беременности наблюдается рассасывание костной ткани, порча зубу и прочее. Для того, чтобы это не было, что надо делать? Надо употреблять творожок, молотую яичную скорлупу, погашенную в лимонном соке. Женщины с желчной конституцией больше остальных подвержены токсикозу беременных. Откуда он берется? Оказывается, вот. В некоторые моменты беременность их может раздражать. Они становятся капризными. В основном беременность протекает нормально. Рожают они в положенный срок, однако при этом могут терять много крови. Поэтому что? Надо восстанавливать с помощью свекольного и яблочного сока. Женщины со слизистой конституцией больше других приспособлены быть матерями. Они предрасположены к быстрому и легкому зачатию. Сама беременность протекает легко, могут даже немного переносить. Рожают легко и без осложнений. Правда, роды могут быть более длительными, чем у остальных. Веловатость. Это то, что можно усилить. Половое влечение. Индивидуальная конституция человека оказывает существенное влияние на интимные отношения. Люди ветреной конституции плохие любовники. Во-первых, они непостоянны. Во-вторых, не способны к продолжительному совокуплению. Они все совершают в спешке. В сексе их манит новизна. Их страсть быстро разгорается и также быстро остывает. Особенно по мере того, как они теряют энергию во время полового акта. Во время полового акта они спешат, как зайцы. Регулярный секс их может сильно истощать. Лица жёстчной конституции прекрасные любовники. Особенно это касается внешней стороны полового акта. Они эстеты и новаторы. Интим должен быть обставлен красиво и чарующе. Они большие мастера на всевозможную сексуальную одежду и прочую атрибутику. Совершая половой акт, они больше любуются собой, чем наставляют наслаждение партнёры. Они очень любят сексуальную похвалу. Сексуальное желание у них большое и с фантазиями. Они знают, чего хотят и с готовностью переходят от желания к действию. Если их сексуальному удовлетворению что-то препятствует или с ним приходится повременить, то, как правило, ярко проявляется их природная раздражительность и нетерпимость переходящего в открытый гнев. Ах! Ко всему прочему, они очень ревнивые. Лица слизистой конституции имеют ровное половое желание и спокойное наслаждение с сексом. Они привязаны к своим половым партнёрам. Страсть в них пробуждается медленно, но пробудившись, долго не остывает. Они способны к весьма продолжительным половым актам. Им важно постоянство и стабильность. Они нетребовательны, как лица жёлтой конституции, к интимному интерьеру. Климатические предпочтения у представителей ветреной конституции постоянно не хватает в организме тепла и влаги. По этой причине они всегда любят тепло и воду. Они обожают влажную парную и горячую ванную душ. В связи с указанным им нравится жить в теплом влажном климате. Особенно им подходит теплый климат средиземноморья. Ну, у нас это Сочи. В холодное время года они предпочитают одеваться в теплую шерстяную одежду, которая хорошо удерживает тепло. Цвета одежды в основном темного цвета. Люди чистого, жёлтого типа предпочитают более холодные широты с прохладным климатом и небольшой влагой. Жаркий климат и лето они просто не выносят физически. Летом они обожают сидеть под кондиционерами. Из одежды они предпочитают охлаждающую ткань из шёлка льна. Подходит для них и нейтральная одежда из хлопка. Цвета одежды и ткани любят такие, которые отдают тепло в основном белого цвета. Люди слизистой конституции угнетенно чувствуют себя в сырую и холодную погоду. Они гораздо лучше приносят жару с сухостью или холод с сухостью, но только не холодную сырость. Например, такая, как в Петербурге. Эта погода ведёт к перевозбуждению жизненного принципа слизи, которого в их организме и так много. От этого они простывают, делаются более тяжёлыми и вялыми. Отсюда дождливая весна и осень их нелюбимое время года. Лица слизистой конституции предпочитают целиться в сухом и тёплом климате, а также создавать подобные условия у себя в жилище. Физическая сила и выносливость. Лица ветреной конституции очень активны и с энтузиазмом приветствуют всё новое. Но ввиду того, что запас жизненных сил у них невелик, а переменчивость и тяга к новым впечатлениям велика, они быстро устают и ищут нечто новое. На новом они вновь не задерживаются и переключаются на другое. Ага, будем качаться, ага, будем заниматься йогой, ага, будем голодать, ага, будем витарианцы, ага. Тяжелые физические упражнения их быстро утомляют, им хочется пить и есть. Грубо говоря, им противопоказаны длительные и интенсивные физические упражнения, от которых образуется много пота и тратится много энергии. Для них хороши игровые виды спорта и умеренный физический труд. Лицам жесткой конституции они более выносливы и сильны, чем витарианцы, но им противопоказаны физические упражнения в жаркое время года. Они вызывают у них перегрев организма и все негативные последствия. Обычно после хорошей нагрузки они ощущают больше жажду, чем голод. В спорте они очень чисто любивы и могут достичь хороших результатов, которыми очень хвастают. А вы знаете, я мастер спорта по тяжелой атлетике. Наиболее сильными и выносливыми являются лица слизистой конституции. Однако они менее склонны к физическому труду и разного рода тренировок из-за природной инертности и линии. Но если у них появляется стимул, они могут получить от регулярной нагрузки большую пользу и удовольствие. Поскольку она улучшает их самочувствие, после упражнений они редко чувствуют голод. Пульс у ветреного типа людей пульс слабый, поверхностный и быстрый, с изменчивым ритмом или с тенденцией пропускать отдельные удары. К старости эти люди больше всего предрасположены к ритмии. Пульс желчного типа хорошо наполненный, регулярный и сильный. Со средней скоростью и ритмом. Сердечная деятельность сильно нарушается у них только от недовольства и гнева. По этой причине они предрасположены к гипертонии. Лица слизистой конституции имеют пульс сильный, хорошо наполненный, медленный и ритмичный. Однако если жизненный принцип слизи чрезмерно увеличен в их организме, то может возникнуть сердечная недостаточность, отеки ног. Сон. Лица ветреных конституций имеют плохой поверхностный сон. Они испытывают трудности с засыпанием. Могут просыпаться несколько раз за ночь без видимых причин. В кровати вертятся и не могут заснуть до тех пор, пока не нагреются. Поэтому они, вне зависимости от того, насколько продолжительный и глубокий их сон, зачастую утром просыпаются, не чувствуя себя отдохнувшими. Они чаще других людей страдают от бессонницы. Им весьма полезно спать днем. Кому спать днем полезно? Вот им спать полезно. Для того, чтобы их сон был нормален, им рекомендуется хороший прогрев организма перед сном, принять горячую ванну или душ. Можно грелками обложиться. Главное отметить следующее. Недостаток сна, смены его ритма, то есть ночные смены, наиболее губительно влияют на их самочувствие. Лица желчной конституции засыпают легко, спят чутко и просыпаются бодрыми. Даже проснувшись ночью они могут быстро заснуть опять. Труднее всего им спиться в жарком помещении. Любое охлаждение усиливает их способность к спокойному сну. Несмотря на то, что они способны к бодрствованию в течение нескольких ночей, делать это не надо. У них может увеличиться и без того сильная раздражительность, нетерпимость и неконтролируемые вспышки гнева. Лица слизистой конституции засыпают быстро, спят крепко, можно сказать беспробудно. По этой причине они просыпаются отдохнувшими и свежими. Но много спать им вредно, это увеличивает их природную тяжесть в организме. Чем меньше не спят и вообще лежат, тем больше легкости чувствуют теле. Трудности с засыпанием и сном лица слизистой конституции практически не испытывают. Но в холодное время года им важно согреть ноги для хорошего засыпания. Сновидение Сны важна часть жизни человека. Если человек достаточно устремлен и целенаправлен в течение дня, то этот процесс у него будет происходить и во сне. Во сне происходят подсказки, бывают сны о будущем человеке, вещи и сны. Естественно, индивидуальная конституция накладывает свои отпечатки на сновидение человека. Так люди ветреного типа видят много снов, но легко забывают их. По утрам они вспоминают, что что-то во сне видели, но кроме отдельных эпизодов ничего не могут вспомнить. У них часто бывает так, что одно время сны очень часто снятся, а в другой период их нет. Ввиду того, что у них выражен подвижный жизненный принцип, им снятся сны, в которых очень много движений, перемещений, перелетов, с быстрой сменой сюжета и декорация. Некоторые элементы страха являются особенностью их снов. У лиц с конституцией жилчих сны несколько иного характера. Во-первых, они помнят свои сны, во-вторых, в их снах характерен эмоциональный накал на основе раздражения и гнева. Они часто во сне дерутся, большей частью им снятся цветные сны. Людям слизиста типа обычно снятся очень спокойные, безмятежные, немогатые событиями мирные сны. Следует отметить, что чем более духовно развит человек, тем более насыщена его жизнь во снах. Он лучше подключен к тонким мирам и с ним постоянно ведется какая-то работа, обучение. Его предупреждают во снах и изредка показывают ему прогресс. Голос и речь Жизненные принципы сильнейшим образом влияют на голос и речь человека. Например, жизненный принцип ветра придает голосу быстроту, слизь замедляет, желчь сделает страстным, эмоциональным. Речь от избытка ветра не конкретно запутана и быстра, от желчи конкретно несет только информацию или обоснование, от слизи медленно с остановками и размышлениями. Поэтому ветреного типа часто имеют голос с придыханием, эмоциональный, который легко переходит в хрип и ломается при напряжении. Они склонны говорить быстро, часто повышают тон к концу фразы и часто отклоняются от предмета разговора или резко меняют тему. По своей природе они болтуны, этим они сбрасывают из организма излишек энергии. Но при этом им надо знать, что речь. Особенно крик это быстро потеря энергии организма и оставляет человека без сил. В итоге это все возбуждает ветер. Именно по этой причине люди в бреду разговаривают. Что касается особенностей голоса, то он у них слаб и имеет высокие темра качества звука. Ранее указывалось люди желчного типа обычно сжато и кратко. Они знают чего хотят, какой ответ желают получить, болтовня не их удел. В выражении голоса часто несет себе оттенок нетерпения, раздражения, некоторой резкости к слушателям. Им очень трудно просить, потому что надо подвести себе гнев, раздражение. Они очень любят шутить. Причем весьма язвительно и весьма острый на язычок. Расскажу анекдот в связи с этим. Обама говорит у меня три кнопки белая, желтая, красная. На белую нажимаю, Европы нет, на красную нажимаю, России нет, на желтую нажимаю, Китая нет. На что ему Меркел замечает. У моей бабушки было три унитаза, золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда в Берлин вошли русские, она обделалась в коридоре. Что касается качество голоса, то он у них красив и богат средними тонами. Цветет и пахнет абрикозой. Люди слизистого типа говорят медленно и неохотно. Они могут долго обдумывать свои фразы. Но если что надумали, то обязательно сообщают. Благодаря хорошей эластичности голосовых связок они обладают красивым голосом, который сохраняется до глубокой старости. Это иллюстрирует певцы имеющие массивные тела. Шаляпин Они могут петь и высоко и низко Характерные эмоции Я уже раньше указывал, что эмоциональная жизнь любого человека зависит от комбинации его жизненных принципов. Когда один из них преобладает, он задает тон всему остальному. Чтобы вы не ошиблись, обращайте внимание на свою первую эмоциональную реакцию. Первую. Запомните первую. Это как раз их будет характеризовать, что у вас наиболее выражено. Именно она весьма и весьма точно характеризует вашу индивидуальную конституцию. Для людей ветреного типа свойственна некоторая тревожность и страх на любое эмоциональное событие. Для женщин типа свойственна недовольство, раздражение и гнев. Эти люди злопамятны, мстительны по своему характеру. Люди слизистого типа покладисты. Их трудно вывести из душевного равновесия. Им склонно привязанность, сочувствие, обидчивость. Личностные особенности. Лица светлые индивидуальной конституции чутко реагируют на любые изменения, происходящие вокруг них. Им требуются все новые и новые впечатления. Дисциплина и спорядок жизни по часам им наиболее противны. Они очень любят веселье и всевозможные зрелища с танцами, представлениями, шоу, шоу. Они любят быть заводилами в обществе. Иногда они страстно желают общения, а порой им требуется уединение. Обычно они легко забудут друзей, но их дружба недолговечна. Путешествия и экскурсии им приносят большое удовольствие. Что касается деловых качеств, то им трудно сосредоточиться на каком-либо одном предмете. Они часто не могут довести до конца начатое дело. По этой причине они не могут преуспеть в жизни и часто спускают то, что им досталось наследство. Они любят быстрые способы зарабатывания денег, а заработанное так же быстро потратить. К концу жизни у них почти ничего нет. Лицежочные конституции большие теоретики. Они заранее рассчитывают и планируют свою жизнь и свои поступки. Они весьма энергичны в своих поступках. Набившись малейшего успеха, они им гордятся. А вы знаете, я поднял столько, сколько Юрий Петрович Гласов на Олимпиаде им полезно. Обычно они очень сообразительны и, как правило, нетерпимы к тем, кто не обладает подобными качествами. Ну, сколько раз можно говорить, читайте мою библиотека. Они любят рассказывать анекдоты. Рассказал. И на любой случай в жизни повторяют те или иные шутливые или едкие поговорки. Собрались три мужика. Это можно идти как тост. Значит, выпили первый раз за здоровье, второй раз выпили за здоровье, третий раз выпивает, и самый молодой говорит, слушай, мы уже за здоровье пили, давай выпьем за удачу. А самый пожилой говорит, эй, мне вчера такая удача выпала, а здоровье подвело. За здоровье. Люди женщиного типа увлечены исследованием разного рода оздоровительных систем и духовного развития. Голодаем, подымаем, дышим, медитируем, и так далее. Они изобретательные иррационализаторы. А что я там буду, допустим, следовать как по бутейкам, когда я знаю то, что главное в бутейках, понимаете, вот на что надо обратить внимание. А не то, что там считать какие-то там эти самые минуты и так далее. Нам нужна суть. Значит, они изобретатели и рационализаторы. Они же изощренные воры и тщательно планируют совершение преступлений. Эх, как бы мне. Они весьма любят руководящие посты, военные должности. Им свойственно упорство в своем фанатизме, если они считают, что такого поведения принесет им пользу. Культовые лидеры и их первые помощники обычно относятся к жертвному типу. Кроме всего, лица жертвной конституции любят похвалу и склонны к восторству. Ну похвалите меня, ну похвалите меня, ну похвалите себя. Ох, какой я! Вы видите, что у меня, сколько у меня компьютеров, у меня клавиатуры, у меня, видите, вот одна, вот вторая, у меня еще две, если я снимаю, я могу снимать под водой. Лица со слизистой конституцией преимущественно спокойны, серьезные уравновешенные люди. Они любят накапливать, приобретать и большое удовольствие приносят семейные и домашние радости. Они самые лучшие семьянины и родители. Терпение, стойкость и скромность вот обычное достоинство этого типа. В избытке эти качества могут переходить в пассивность, привязчивость и жадность. Из их среды часто выходят банкиры. не про меня. Землевладельцы. Не про меня. И разного рода крупные собственники. Не про меня. Они внимательно изучают каждый предмет, прежде чем принять на себя какое-то обязательство. Однако, взяв на себя что-либо, они обычно упрямо доводят дело до конца. В дружеских отношениях, как правило, вступают не сразу, а вступают дружить до конца жизни. Склад ума. Из личных особенностей вытекает и склад ума. Так, лица ветреной конституции склонны к принятию нестандартных решений. Они не боятся нового и предпочитают действовать методом проб и ошибок. А вось, да, повезет. Однако, из-за их склонности порхать от одной к идее к другой, им трудно добиваться практического приложения своих теорий. При свалении нового бытового прибора они предпочитают понять принципы его действия путем нажимания клопок. Лица желчной конституции по большей части теоретики. Они методично и эффективно действуют в планировании и применении новых идей. Я заполню интернет своими видео и я представлю за счет видео большой объем так сказать своих себя и этим я что-то там сделаю. Но им не хватает терпения для ежедневной скрупулезной работы над каким-либо проектом и делом. При свалении нового бытового прибора они предпочитают понять принцип его действия. Так это компьютер, это монитор, это зажигается, это втыкается, это клавиатура нажимается, а это мышка. Она живет на коврике. Лица слизистая индивидуальная конституция практики они больше интересуются практическим применением получением от этого выгоды. Выгода, выгода. Как с ютуба, как с интернета поймать выгоду, как с всего этого поймать выгоду, где моя выгода. Именно они терпеливо и скрупулезно исследуют соизвение технологического процесса с целью выжимания из него самой большой выгоды. Идеи и находки других людей хранить и приумножать. Ох, какая у меня библиотека, видали! Свойственный им и некоторый консерватизм, поддержка устою и традиции. Только народная медицина, которая все методы и средства проверила в течение веков. А что современное? Что она проверила? Что она там сделала? Сейчас все, что внедряется современной медициной, через каждые 5-10 лет пересматривается и говорят, ё-моё! Да так же не надо было! А те методы, которые народная медицина применяет, они уже тысячелетиями опробовались. Тем более, вот, вот оно, учение об индивидуальной конституции, вот оно уже все есть, вот они традиции, вот они устои. А все, что новое, нам должно пройти. Проверку временем, проверку массовостью. Органы чувств. Индивидуальная конституция указывает на развитие тех или иных органов чувств. Например, у лиц ветреного типа весьма острый слух. Противовес им жёстная конституция имеет прекрасное зрение. Что касается лист слизистой конституции, то у них наиболее сильно развито создание. Память. Память человека базируется на органах чувств, и чем сильнее и лучше развито чувство, тем это ощущение преобладает память. Отсюда лица ветреного типа лучше запоминают всё, что связано со звуком. Цветёт и бахнет абрикос. В их памяти на основании звукового сопровождения строится воспоминание. Про абрикос. Что-то было сказано про абрикос. Он белый. Он белый. Так то или иное событие они воспринимают со звуком, словом и шумом. Например, прошедшую вечеринку они запоминают по музыке и песням звучащим на нём. Шелестят конфет обёртки и запах мандарин стоит и наряженная ёлка огоньками нас манит. Это мой предыдущий хит новогодний. А в целом память у них очень плохая. Им не свойственна злопамятность и мстительность. У лиц жертвенной конституции память построена на зрительных образах и цветах. Они запоминают образы цвета прошедшего события белая белая образ легкий как васильки и так далее. Легко вспоминают этот зрительный образ. По этой причине они запоминают легко а забывают с трудом. Например, прошедшую вечеринку они запомнили по обстановке помещений формы и цвету предметов, а также тех форм, которые были на вечеринке. Что касается обид и неуважения, то желчные люди весьма злопамятные, мстительные. Они при благоприятном стечении обстоятельств они всегда отомстят своему обидчику. Лиц слизистой конституции запоминалась с большим трудом, но раз выучив или запомнив они это знают до самой смерти. Индивидуальную конституцию я знаю теперь. Ха-ха-ха-ха-ха. Причем память у них в основном построена на чувстве осознания. Прошедшую вечеринку они больше помнят по ощущениям, удобствам, вкусам, запахам. Они будут хорошо помнить к чему они прикасались, ели и отчучали. На основании этого выстраиваются воспоминания об вечеринке. Да, хорошее было пиво, кресло тоже нормальное. Как указывалось ранее, лиц слизистой конституции трудно вывести из души в норавновесие, но если это сделать, их не может быть ужасен беспощальный долг. образ жизни лица ветреной конституции ведут беспорядочный, анархичный образ жизни. Это выражается во всем отношении с другими людьми, работе, отдыхе, приеме пищи. Их беззаботность и легкомыслие могут поражать. Естественно, ни о каком стабильном оздоровлении собственного организма речи у них не может идти. Кредо ветреных людей деньгам таково, деньги надо тратить. Лица жилшей конституции тщательно планируют свою жизнь, распорядок дня. Они пунктуальны и обязательны, расчетливы во всем. Так, к 16 часам надо это видео выставить для того, чтобы она попала в прайм тайм и его посмотрело большее количество людей. Расчетливы во всем. От жених до траты денег. Порой они до того расчетливы и мелочны. что это начинает раздражать. Фу, скряги какие. Кредо желчных людей к деньгам таково. Деньги нужны для того, чтобы зарабатывать еще деньги. О, йо, харной бабой. Лица слизистой конституции живут привычной, накатанной жизнью. Они не любят любых изменений. У них все. У них всегда отложены деньги и прозапас. Вообще они любят основательность управляют скупость, хранящую жадность. Кредо слизистых людей к деньгам таково. Деньги надо копить. Теперь, после такой разъяснительной работы, конкретное описание людей из той или иной конституции. В этом описании вы будете узнавать признаки, присущие вам, и делать выводы, к какому конституционному типу вы больше всего относитесь. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!